Доброй ночи всем! Сегодня ночь с 13 на 14, уже 14 число наступило, по 2 ночи. Новый год произошел, и смотрим первую карту, которая очень хорошо работает на весь год. Но в любом случае у нас был кельтский Новый год, это 1 ноября Хэллоуин, и в нем была императрица, и на 1 января мне тоже выпала императрица, и было промежуток на Рождество, девятка червоная, радости и подарки. Сейчас смотрим, какое пойдет уточнение. Будем надеяться, что хорошее. Я открываю карту, и тоже верю, что будет хорошо. Хорошо, первую карту я вытащила, но так как дальше пошли очень интересно, я решила сделать на 12 вариантов плюсом. Он будет один общий, так что слушайте все, и плюс ваша карта, загадайте, которая наиболее сильно отыграется у вас лично. Но это будет все равно в общем контексте. Общий фон, скажем, просто у кого-то больше отыграется. Ну, например, у кого-то больше по здоровью, а у кого-то это придется больше на работу. Но все равно общий, так что я открываю карты и смотрим. Вы загадывайте свой вариант, я не буду делать тайм-коды тут, потому что они не нужны. Ну, смотрите, первое выпало прямое колесо фортуны, прямой аркан. Почему он мне выпал дважды? Вначале он у меня был. Карты, которые я повернула, я еще раз перемешала, и все равно это было колесо фортуны. И также у меня было после колеса фортуны дважды со всадником Пентакли. И настолько это стало интересно, что я стала вытаскивать подряд. И вот у нас лежит результат. Ну, смотрите, к вам придет... Вообще фортуна, речь идет о судьбе. И вообще тут речь идет о полной смене судьбы, полной смене цикла. То есть в год дракона ваша судьба завершит полностью свой цикл и поменяется. Мы подходим к концу. Сейчас я буду объяснять, почему. Но вообще колесо фортуны, речь идет о судьбе. Причем это десятые. Это один и ноль. Это ноль, это вообще связан с Плутоном. А Плутон у нас меняет сейчас знак. То есть это полностью... Причем именно он идет по Козерогу в Водолей. Управитель и Козерога, и Водолей. Это тоже Сатурн, Сатурн, судьба. То есть тут, в общем-то, для вас вот эта смена Плутоном знака, она очень важна. Она для всех важна, но тут у нас идет речь, что наша судьба меняется полностью. Вы получите известие, к вам спешит всадник. И это известие будет хорошее. Вы получите бумагу, документ, звонок, письмо, но которое будет подтверждено юридически. Скажем так, это письмо с банка, это письмо, написанное на бумаге или в электронном виде. Тут в наше время это уже не отличается, что это звонок с подтверждением или подтвержден письмо. И оно очень радостное. Тут тройка кубков. То есть это либо сообщение о ваших родственниках, которые к вам едут и спешат всячески в гости. Или вы получаете официальную бумагу, которая для вас очень радостна и очень счастлива. И завершает какой-то очень долгий процесс мир перевернутый. То есть вы кого-то очень ждали. Либо к вам вернется сын, мальчик-всадник, молодой. Или к кому-то приедет любимый человек, может быть брат. Но тут очень это долгожданно. И он позвонит и скажет, что я еду, вот наша разлука закончилась. Это совершенно... Но это подтвердится именно бумагой, письмом. Или вы ждете очень давно какой-то бумаги. Ну, например, там о наследстве. Оформляете паспорт заграничный. Оформляете кадастровую стоимость своей квартиры. Покупаете. Кредит оформляете. В общем, вам приходят радостные вести. И что бы вы ни получили, воспринимайте это хорошо. Вы получите письмо, которое будет к вам с большой радостью. Еще раз тройка. И смотрите, тут набор пентаклей. Тут очень много пентаклей, которые одни переходят в другие. Это денежный год. Это денежный год. И девятка с десяткой. Это очень большие деньги. Вам по судьбе. И тут лежит десятый аркан. Вам по судьбе. В этом году придут большие деньги. И все завершится год большим счастьем, солнцем. Дальше смотрите. У нас шут и мир. Когда такое сочетание выпадает, оно выпадало на 22-й год. Кому-то он был несчастливым, кому-то счастливым. Его люди воспринимали по-разному. Но вот тут это конец старой жизни, начало новой. И всегда благоприятный. И что бы ни было, эти перемены в итоге будут благоприятными. Воспринимать это можно по-разному. Но кто смотрел, я думаю, у всех были благоприятны. Это очень благоприятные. И все это крутится вокруг финансов. Здоровье тут улучшится. Тут нету плохих карт для здоровья ни одной. У шута хорошее здоровье, у солнца тоже. У судьбы бывает проблема со здоровьем, как у любой судьбы. Но это, скажем так, хроника. Она не предполагает ни ухудшения, ни улучшения. Как бы хроника, она остается. Но общий фон, он у нас улучшается и очень значительно. Это в целом. И может быть тут тройка, а тут четверка. Увеличение семьи тоже вполне может быть. И улучшение может быть, как бы, или семьи, или улучшение имущества семьи. Скажем так, какая-то мебель или ремонт, улучшение вашего жилья. Но что к капитал финансовый, тут, в общем-то, идет больше о прибавлении финансового капитала. Или ваше имущество станет дороже, если вы не получаете денег и никак не можете. Или вы зарабатываете денег. Но в каком-то возрасте приходит, что главное наше богатство – это наше здоровье. И если у вас такой вопрос, что вы в том возрасте, что у вас не может. Но ваша квартира может дороже стать. Но все равно, если у вас речь идет не о финансах, вам вообще неоткуда ждать больших денег, и этого не может быть, значит, ваше богатство – это долголетие и здоровье. То есть, в каждом возрасте это свое еще. Это хорошая еда. Это вкусная еда. Это изобильная. Это красивые, может быть, очень красивые вещи по солнцу. Кстати, по солнцу и по шуту это могут быть находки. Смотрите под ноги. Может, вам золото попадется или деньги. Особенно, кто склонен к находкам – это развлечение. И хорошее развлечение. Это красивый отпуск, поездки, встречи неглубокие. И не нужно их глубокими воспринимать. И еще это значение – ребенок и даже не один. И шут – ребенок, и солнце тоже значит ребенка. И вполне возможно, что вам всадник несет весть о ребенке в вашей семье. Это тоже может быть такое значение, что к вам приносят известие или о питомце. Питомцы тоже идут как дети. Вы их по гороскопу не отличите. Кто у вас собачка или ребенок родился. Никак. И ваш прежний спокойный мир обретет, как бы закончится, начнется другой. Также и с питомцем. Если с питомцем, то, скорее всего, какого-то породистого собачку или котика возьмете с документами. Ну, а если ребенок, то это как бы документы понятны. Ребенок рождается, и ему выдается свидетельство о рождении. И для вас это большая радость. Знаете, это не совсем расходы. Правда, тут десятка пентаклей перевернута. И девятка. В общем-то, это и доходы, и большие расходы. Ну да, если ребенок рождается, это большие расходы. То есть вы эти деньги тоже получите, но куда-то и вложите. То есть вы их поддержите не так долго. Не понаслаждаетесь своим богатством. Но вложите вы их правильно, потому что лежит фортуна. И вы на этом еще собираетесь выиграть. И вы выиграете солнце. И шут прямое. Вы получите крупные деньги. Вы получите бумагу, подтверждающую эти деньги. И вы их потратите. То есть либо вы купите что-то ценное. Ну, например, вы получили несколько крупных заказов. И купили что-то большое. Ну, например, машину или бриллиант. Съездили отдохнуть. И знаете, вы... Но то, что вы купите, вот у меня повешенное, это у вас останется надолго. И это не вещь для перепродажи. Ничего у вас с этим не получится. Эта ценность, которая у вас будет долго. Но если вы этого не приобретете, эти деньги разойдутся. Они перевернуты. Вы их не удержите. Так что жалеть об этом тоже не надо. Если вы мечтали тут о машине, вы ее покупаете. Если вы мечтали там куда-то о поездке на... В общем, на Мальдивы там, на Бали, то езжайте. Хотели себе шубу купить, покупайте. Хотя я против сейчас шуб. Убийство зверюшек. Покупайте. Это у вас такая ситуация, что эти деньги у вас по-любому растратятся. Возникнет какая-то нужда потратить деньги. Например, у вас сестра скажет, заплати за племянника, за институт. Вы не сможете отказать. В общем, совершенно любые возникнут обстоятельства, потому что карты перевернуты. Если так брать последовательно, тут еще идет восьмерка, и она тоже перевернута. Это приход и уход, и здоровье. Поэтому тут не идет такое крепкое. Вот это в целом, что тут будет. И давайте смотреть. Я пропегусь, скажу, что отдельно кому больше какая карта приглянулась. Смотрите, у кого первый. Это ваш поворот судьбы. Причем поворот судьбы в денежную сторону. У вас это очень сильно проиграется, и поворот у вас вверх. К второму варианту очень важно следить за известиями. Смотрите, что меняется в мире, и будьте чутки, готовы, как этот шут путешествует, и всадник путешествует. Готовьте, будьте, как это. Не привязывайтесь. Подсказывайтесь. Предлагает другую работу, соглашайтесь. Будьте, скажем так, в положении близнеца. Который там чуть-чуть, там чуть-чуть, и там чуть-чуть. Там подработал, там подработал. И если вы ищете работу, то вам лучше брать, ну скажем, маленькие заказы, но много. Скажем так, там подработал, там там подработал. Больше, чем на одной работе вы много не возьмете. И ожидайте очень счастливого известия. Может быть, к вам спешит душа ребенка нерожденного, а может быть конкретно о каких-то бумагах. И завершение дела. В целом, более легкий год. Под вами шут. Второй вариант. Третий. Туз Пентакли. Ну это увеличение имущества. Увеличение имущества или покупка второй недвижимости. Ну, больше, чем одной, скажем так. У вас уже одна есть, а сейчас еще вторая. или постройка ее. И успешная. Если вы ждете заказов, ждете известий, то вы их получите. Вы их закончите по перевернутому миру. И по перевернутому миру вы еще раз можете вернуться к тому, что у вас было раньше. вернуться и пересмотреть, как скажем, или доработать, или довершить какие-то дела с этими людьми. Это третий вариант. Дальше у нас идет четверка, тройка кубков. Ну вот, это единственная любовная карта, которая тут выпала. Ну, в общем-то, вам предвещает или радость, или победу, или успех, или любовь. Ну, это не то, что даже любовь, а свадьба. Потому что тут любовь с документом. Ну, или рождение ребенка. Ну, это победа, или это победа, успех именно в конкурентной борьбе. Именно вас возьмут на работу, именно вы получите заказ удачный очень. Именно вы получите, скажем так, предпочтение, чтобы вас предпочли как специалисты к вам обратились. Или вот никому не дают разрешения, а вам дали. Или вам вдруг позвонит партнер, который давно исчез по деловым делам, и ваши дела возобновятся. Или еще есть вариант, что вы возвращаетесь к очень-очень давнему вопросу по повороту тут судьбы. первая карта, который для вас очень-очень важен, и вы его благополучно разрешаете, что у вас висит очень много лет, и может вы даже и не думали об этом, и забыли, но это как-то будет связано обязательно с документами. Тут одни пентакли. И вдруг это чудо повернулось и разрешилось. вы вспомнили, это вам пришло на ум, или пришлось вернуться к этому, и все получилось. Вот такой четвертый вариант. И теперь мы переходим к пятому. Пятый, тройка. тут и документы, и учеба, и все, кстати, перевернутые. Вам придется что-то доделать. Что-то доделать, связанное с материальными делами и с вашей учебой. или разобраться. Еще вариант очень-очень глубоко в вашей ситуации проанализировать, сделать вывод, чтобы извлечь из этого какую-то материальную именно выгоду. Вы будете более прочно стоять на земле и получите хороший совет по тройке кубков от человека, который вам нравится. тот человек, который вам не нравится, советы не беритесь. Или вам очень тяжело, придется что-то учить наподобие языка или постигать мир, вот чтобы у вас мировоззрение, философия повернулась в другую сторону. Вот такой пятый вариант, а мы переходим к шестому. Шестой. Десятка Пентаклей. Ну, поздравляю, вы обладатель самых больших денег в этом году, именно вам выпало. Лучше здоровье, лучше деньги, это вам по судьбе, это оправдано, и это будет прирастать, ну, и трата тоже, причем легко, это заслужено по судьбе, вот если говорят по справедливости, это хорошо, справедливость это тяжелая сторона Сатурна, а вот это успех, это вот у Сатурна бывает очень большой взлет, вот прямое колесо фортуны, это и есть его взлет и шут, очень легко, и причем шут это нулевой аркан, это число Плутона, для вас этот год очень значимый, я бы сказала даже, что 20 лет у вас пойдет прибыль, вам ждет прибыльный 20 лет, больше, чем кому-либо, шестой вариант, вот очень хороший, мы переходим к шуту, вот к шуту тут тоже повторяется, что было к десятке Пентакли, что у вас 20 лет будут легкими, самыми легкими из всех вообще 12 знаков Зодиака, как бы из 1 12 человечества, из всего человечества у вас самая легкая карта, вы будете выскальзывать из любых неприятностей и жить в счастье и радости, у вас все карты вокруг очень счастливые, у вас и деньги будут, и много радости, много счастья, а старая жизнь ваша закончится, то есть для вас самый легкий вариант, легче не бывает, как это, природный сохран, то есть вам очень хорошо, что Плутон меняет знак и закладывает вам 20 лет, ну а дальше мы и не берем, седьмой вариант, кстати семерка тоже как сохран такой работает, и мы переходим к 21 аркану мира и 8 варианту, знаете по 8 вариант это вообще тоже знак судьбы и первое у нас колесо, но 8 всегда тяжелая судьба и тут мир перевернутый, то есть ваша тяжелая судьба она закончится, она закончится, она разрешится, у вас заканчивается огромный цикл и вы об этом получите известие, но какое известие, либо сон вам приснится, либо вам в реальности позвонят и скажут, что какое-то там ваше дело неприятное завершилось, это итог, этот год итог, завершение и прощание, но тут важно не впасть в иллюзию, по миру вы можете заблудиться в иллюзиях, тут мир шутом, человек может заблудиться иллюзией, тут опора, именно туз Пентакли, который реалистичен, то есть обращайтесь за советом к стихии земли, я всегда советую обращайтесь к тельцу, но только к тельцу, конечно, образованному, к практичному очень человеку, есть еще вариант к рыбе обратиться за интуицией, но рыба не видит там многих вещей, что-то она чувствует бесподобно, нужно сказать к рыбе и к тельцу, тут нужен совет, потому что вот именно ваш вариант может все очень легко разрешиться, как и седьмой, а может проблуждать в иллюзиях, вы просто не заметите, не соберетесь, я помню, мне женщина рассказывала, что ее отец для ее бывшего мужа выбил квартиру, и ему нужно было пойти и забрать ключи, подписать бумаги, а на дочку папа возложил, чтобы она его туда отвела, он был художник, как и она, оба достаточно странные, в общем, она его не уговорила пойти, он остался жить с ними, у них огромная пятикомнатная квартира была в центре, и он остался с ней квартиру, эту она потеряла, и говорит, я не могла его заставить, мне было тяжело морально, у меня была депрессия, вот это очень чревато карта мир, крайнее везение и такое нереализация, вот такой восьмой вариант, и мы переходим к девятому варианту, у нас четверка пентаклей, перекресток можно сказать, вы на перекрестке, на перекрестке между мечтами и успехом, ну что, ваше имущество потихоньку будет прирастать, сейчас у вас очень немного есть, как или здоровье, или имущество, потихоньку будете с четверочки на восьмерочку, получите радостную весть по тройке кубков, какие-то ваши мечты сбудутся, вы твердо стоите на ногах, вы реалистичны, вы мечтаете и склонны доводить до завершения, вот у вас нет проблем предыдущей карты, вы предпочитаете синицу в руке, а не журавля в небе, и совершенно правильно, поэтому вы вот вы тот человек, который способен по ступеньке, по ступеньке, по ступеньке подняться вот до высокого положения, смотрите, у вас идет четверка, восьмерка, девятка, солнышко, то есть лучше, 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 с каждым годом лучше, потому что вы человек, который умеет сохранить плоды своего труда, несмотря на то, что у вас четверка перевернута, вам ужасно тяжело, но вы будете приращивать, вот такие люди могут поднять сельское хозяйство, производство, вот вы вы такого типа, с нуля вы можете подняться, поднять, 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 там сделали ремонт и квартира совсем по-другому, или такие люди могут купить дом в очень плохом состоянии, сделать ремонт и он совершенно преобразится полностью, у вас уже это будет ликвидное имущество, вот таким путем, то есть вы твердо стоите на ногах и можете посоветовать предыдущему варианту, у которого гораздо больше шансов, чем у вас, как не утратить, а приумножить, вот такой прекрасный девятый вариант, а мы переходим к десятому, десятка, восьмерка пентакли перевернута, но зато она среди пентакли, знаете, не берите на себя обязательства, я делала прогнозы отдельно еще дополнительно, что в этом году очень многие будут брать на себя обязательства, которые не могут выполнить, вот как беря в долг, как это было недавно было 30 миллионов, а через год появилось 34 триллиона долга, так можно до бесконечности, но вы не обладаете там армией, флотом и прочим, чтобы к вам не пришли кредиторы, не берите на себя обязательства больше, чем вы можете выполнить, и очень внимательно изучайте все договора, все условия, если вы устраиваетесь на работу, очень подробно рассмотрите свой трудовой договор, у вас все должно быть, и не нарушайте закон в этом году, у вас должно быть все до буквы, если вы покупаете квартиру, изучите все документы 100%, и не берите, если у вас что-то не так, и так же, как со здоровьем, вот вам нельзя что-то этого не делайте, нельзя нарушать правила, причем правила не моральные, не внутренние, а внешние поведения этого общества, которое тут так принято, то есть все говорят, что это хорошо, и вы не говорите, что это плохо, не идите в разрез с чужим мнением, с другим обществом, это нехорошо, а так у вас остальное, у вас идет приращивание, и деньги из трех источников, четверка, тройка и девятка тоже к вам идет, то есть вы по мелким суммам можете накопить довольно крупную, несмотря на траты, несмотря на такой кризис, все пентакли денежные перевернуты, что говорят о довольно-таки большом кризисе, вот такая у вас можно сказать судьба даже, восьмерка, тут начинается карта судьбы и ваша карта судьбы, это уже точно, такая ваша судьба, не нарушайте, и вы будете приращивать именно земные законы, приходите свет по светофору, а не где вам хочется, и в вашем здоровье тоже не нарушайте, не надо никакого тут экстрима, плавания в ледяной воде, ничего не надо, это отзовется потом еще только так, вот, ведите средне умеренный образ жизни, не переедайте и не голодайте, как это, не ешьте ни слишком острого, ни слишком соленого, и не сидите без соли, тут должна быть мера, именно норме, вот, такие весы высокого уровня, очень хорошо в этом разбираются, между прочим, так что можете взять совет у них, вот, такой у нас был десятый вариант, мы переходим к одиннадцатому, ну, что, одиннадцатый вариант, у нас, у вас идет увеличение денег, к вам спешит сверху, ой, так, девятка, десятка, и переходит на солнце, ну, очень хорошая, и хорошая для здоровья, и для денег, но не забывайте, что я говорила вначале про растраты, можете прослушать еще раз, тут идут растраты, и прибыли, и растраты, и лучше всего это потратить или на детей, или на развлечения, или на стоящую покупку, вам обязательно идут год развлечений, потому что с вами рядом солнце, и у вас есть деньги и здоровье на это, очень прекрасный год, если вы не растратите, вот совершенно главное тут не потратить деньги на то, что вам не нравится, или вложите в ценность, что у нас ценность там, недвижимость, золото, картины, то, что вам принесет, или просто их растратьте на ваше удовольствие, но обязательно какие-то вещи приобретите, или потратьте на ребенка, на любимого человека, или отдохните, просто вот на юге под солнышком, вы эти деньги иначе по перевернутым не сохраните, что угодно придет, реформа денежная, деньги обесценятся, инфляция пойдет по миру, вот что угодно произойдет, но по перевернутым вы потратите, а так вы хотя бы удовольствие получите, или у вас сохранится в ценностях, вот такой одиннадцатый вариант, плывите по течению, одиннадцатый вариант, вам совет и не сопротивляйтесь ему, и не боритесь за то, что не получается, и у нас последний вариант, двенадцатый это солнышко, ну что, радость, солнце вместе с девяткой пентакли и шутом, это большая радость, большое счастье, это свобода, это независимость, это деньги, от рождения ребенка, это влюбленности, это развлечение, это отдых, это искусство, если вы занимаетесь торговлей, это продажа, это успех, и первая у нас карта колесо фортуны, а последнее солнце, то есть год завершится удачно, это еще и говорит о завершении года удачном, вы войдете лучше и завершите что-либо, или ребенок, или развлечение, подарок может быть очень дорогой, который вам запомнится, и это независимый образ жизни, или очень удачная какая-то торговля, а оборот к вам придет вот в этом году, вот такой у нас был прогноз на начало года, чем завершится к следующему старому новому году, к следующему 14 января вы войдете с солнцем и с лучшим со здоровьем или капиталом, еще солнце конечно же дает любовь, причем такой вот у два близнеца как два близнеца будете, тоже может быть, причем вы не только угнетать друг друга не будете, а будете свободны, шут указывает на очень умного человека, вот на этом мы прощаемся